Уважаемые студенты, сегодняшняя наша тема Ответственность железной дороги за утрату, недостачу, порчи и повреждения грузов Во-первых, хочу вам напомнить, что согласно Устава железных дорог Статья 61 оговаривается, что загруженные вагоны Она и цистерна, и крития вагоны, и прочих вот этих зерновозов Все должны, значит, обязательно быть опломбированы Запорно, чем они опломбируются? Первое, это запорно-пломбировочными устройствами, то есть пломбами железной дороги Когда груз погружен железной дорогой Это место общего пользования, имеется ввиду А второе, запорно-пломбировочные устройства, пломбами грузоотправителя Когда груз погружен грузоотправителем То есть на подвезных путях Теперь, перечень грузов, допускаемых к перевозке вагонов Без запорно-пломбировочных устройств Технические условия изготовления запорно-пломбировочных устройств А также порядок пломбирования вагонов и контейнеров Определяется все правилами ППГ Правилами перевозок грузов То есть запорно-пломбировочные устройства Пломбировочные тиски, проволока для пломбирования вагонов и контейнеров предоставляться должна обязательно железной дорогой есть еще статья 63 статья там оговаривается что железная дорога обязана доставить грузы по назначению установлены сроки при этом при этом железная дорога отвечает за сохранности груза то есть железная дорога раз принял груз теперь желез дорога обязательно нужно отвечать за сохранность согласно статьями осуждая до 2008 года было с мгсп мгсп знаете это межгосударственные стыковые пункты с мгсп какая сторона эта страна принимает грузы они и отвечают за сохранности груза и 2008 года введено дополнение к этой за сохранности груза и за подвижного состава то есть здесь сегодняшнее занятие значит надеюсь порча повреждения грузов но вы имейте ввиду что порча повреждения и если подвижного состава тоже имеется ввиду то есть принимающая сторона вот например кто какая сторона принимать принимающая сторона поиск по требованиям принимающей стороны закладывать или накладывается пломбы вот например я крит и вагон принимаю с казахстана на станции например сарягать то есть мгсп принимаю и мне не нравится наш двухдверный вагон пломба 1 закрутка стандартная как положено но сбоку его приподнять открыть можно по моему мнению я требую чтобы они накладывали счет дополнительный пломба поэтому двух тысячи восьмого года оса жда внес изменения то есть на вагоне взвешивается пломбы по требованию грузополучателя количество пломб не указано вот я хочу вот бы на этот вагон взвешивать 10 пломб значит дисплом они должны мне взвешивать если казахская сторона принимать я тоже самое но есть один но но каждая пломба должна заноситься перевозочный документ каждая пломба теперь рассмотрим рассмотрим некоторые термины то есть термин это грузоотправитель грузополучатель железнодорожный подъездной путь ну кто такой грузоотправитель то есть грузоотправитель это физическое или юридическое лицо который выступает от своего имена имени либо от имени собственника груза багажа или груза багажа и указано в перевозочных документах а грузополучатель кто и грузополучатель это тоже фредди это физическое или юридическое лицо управомоченное на получение груза багажа или груза багажа что такое железнодорожный подъездной путь железнодорожный подъездной путь это примикающий к железнодорожным путям общего пользования и предназначены для обслуживания определенных грузоотправителем грузополучателем а есть еще место общего пользования место общего пользования это критии и открытие склады а также участки специально выделены на территорию железнодорожной станции то есть значит а место общего пользования это относится к тем что покрытие это скрытие или открытие склады а также участки специально выделены как на территории железнодорожной станции так и его пределами не принадлежащий железнодорожный или здание его вареный способ для операции погрузки и выгрузки значит это грузоотправителя дальше правило перевозок грузов на железнодорожный стоит такое правило перевозок груза это вот здесь надо холочненько иметь ввиду что это нормативный правовой акт правило перевозок грузов это нормативный правовой акт издаваемый в соответствии с настоящим уставом железнодорог республики узбекистан и содержащий обязательные для железных дорог действием законодательством предусмотрено что перевозчик несет ответственность я это вам рассказывал сейчас за сохран несохранность груза произошедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателей если не докажет что утрата недостача или повреждения груза произошли вследствие обстоятельств которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело при отсутствии ли свиновных в чечении груза стоимость похищенного груза будет вызыскана с перевозчика то есть железнодорога обязательно будет оплатить ну как да какая сумма будет платить я тоже в конце расскажу если он не докажет что хищение произошло вследствие обстоятельств который он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело уставы железных дорог республика узбекистан перечисленные случаи когда перевозчик освобождается от ответственности то железнодорога освобождается когда часть часть частности в случае если груз прибыл в вагоне контейнере с исправными запорно пломбировочным устройствами установленным груза отправителем или его перевозка это значит пломба не нарушен закрутка стандартная на месте когда считается закрутка стандартная вот это тоже надо обратить внимание закрутка считается стандартным с плашками обязательно плашка должны еще там 7 кручений и 20 миллиметров усиков должна быть отрезанным то есть его от руки нельзя было снимать снимается только с приспособлением там есть специальные ножницы и снимается и значит если вагон прибыл исправными пломбами груза от прогруза получать то есть еще другой факт пришел прибыл в два вагона критий вагон на станции асаке это с белорусской железной дороги один покрышки были один вагон открываем пустой пустой совсем пустой дали срочные телеграмму вот в этих случаях отправляется телеграмма на станции асаке дает телеграмма что прибывший на адрес такого-такого-такого-то вагон номер такой-такой-то накладной там дали 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 значит по накладной груз покрышки там 1200 мест а действительности оказалось нуль пусть ничего нету просим срочно выслать представители дали такую телеграмму следующий день прилетает уже значит зам директор этого завода и начальник грузовой коммерческой службы белорусской железной дороги совместно открываем второй вагон тоже самое она тоже пустой я почему это говорю потому что пломба исправная закрутка с обоих сторон одинаково и к потом выяснилось ну и пломба обязательно надо давать в экспертизу мы дали в экспертизу экспертиза подтвердила что это пломба лазером она открывалась и лазером припайка сделали теперь однако визуально определить подвергалась запорно-пламировочное устройство вскрытие или нет бывает затруднительно нередко факт вскрытие устанавливается только с помощью специальной экспертизы вот которые вам сейчас рассказывают в то же время суды могут отказать удовлетворение иска предъявляемых подобных случаях перевозка и не принят во внимание акт экспертизы складывается парадоксальная ситуация и груза нету и отвечать за это за утрату некому товар погружен в вагон который передан груза отправителям охранному предприятию при выдаче вагона было произведены еще его взвешивание и установлено расхождение по весу между указанным накладной и физическим значением при вскрытии вагона в присутствии представителей железных дорог и представители управления сотрудниками управления внутренних дел на транспорте оказалось что вагоне вместо никеля ну там это другой вагон рассказывает находится в витонной плите так они погружены коммерческом акции отражено что запорно-пламировочное устройство не имеет следов вскрытия или повреждений однако после проведения криминалистской экспертизы было установлено что запорно-пламировочное устройство подвергалось повторную взвешиванию суды всех из и станции отказали ему сослужив что в следующем поставщиком обязательства по договору поставки выполненных под подверждалась отметка станция отправления теперь по факту автопокрышки значит исковые требования на она потом нашлось казахстане казахстане его этот вагон два вагона специально в один тупик поставили выгрызли также пламбируют там там было и участие железных дорог работники железных дорог и вот это случае она потом нашлось подтверждение после этого этот все покрышки нашлось они потом досылкой отправили и получили вот поэтому коммерческой актах тоже пишется что каких случаях составляется значит пост при возвращении когда-то возвращение груза возврате груза с внутренне внутренних органов на железную дорогу железную дорогу знать обязательно он нужен при приеме тоже составит коммерческая почему составляется потому что объединяет тот первый акт мы же коммерческая составили сразу теперь дан дальше насчет коммерческого акта вот здесь немножко надо быть внимательным при составлении коммерческой акта и бывают такие случаи коммерческая акта значит накладной груз обувь например итальянский там какой-то какой-то коробках она например 1500 коробок 1500 коробок 1500 коробок вскрывает вагон получается 1450 коробок то есть 50 коробок не достать вот надо внимательно при вскрытии вот это 50 коробок вагон вместиться мог или не мог поэтому в акте есть коммерческая актив внимательно надо написать значит вагон погружен до полной вместимости недостающие 50 коробок вагон вместиться не мог или мог понимаете надо от слов ваших от вашего коммерческого акта можно сделать вывод что если 50 коробок не вмещается вагон а выпечка не достает 50 коробок поэтому следы хищения еще имелись не или не имел следы хищения имелась вот при вскрытии линии я ясно что когда воруют там какие-то следы оставляет поэтому между тем это выводы не соответствует фактическим обстоятельствам дело и пред представлены доказательным частности отсутствие груза вагон и заключение экспедиции афорта на навещанный запорный план брошенный устройство груза отправить грузополучатели условия перевоза груза с учетом их особенностей в целых обеспечения безопасности движения сохранности груза и положительного состава а также экологической безопасности теперь недостаточно недостачи может и по весу тоже быть мы сейчас с вами разговаривали про как штучное количество а и может и весовая недостачи а вот теперь давайте тоже посмотрим для взвешивания перевозами грузу места общего пользования и груза отправить грузополучатели местах не общего пользования должны иметь необходимое количество весовых приборов весовые приборы это вагонные вести имеется ввиду приборы подлежат обязательно государственной проверки и клеймению порядку установлен нормативным документом исполнительные власти в области стандаризации метрологии и сертификации железная дорога соответствии с договорами могут принимать в целях технического обслуживания ведомственного контроля ремонт контрольный проверки весовые приборы принадлежат груза отправить грузополучателям и другими рисками теперь если будет осуществляется взвешивание обязательно первую очередь надо посмотреть клеймо на весовых приборов весовые приборы она должна пройти стандаризации клеймо должна клеймо на 5 на 6 на 7 на 3 года не даются клеймо дается на 2 месяца на 3 месяца поэтому сразу тот день то есть день взвешивания надо сверить обязательно климо при составлении коммерческого акта обязательно надо писать вагонные вести номер такой-то такой-то климо такой-то такое-то вот это надо никогда не забывать теперь операция по погружке выгрузка сайтовка грузов контейнеры выполняется места в общем пользования места в общего пользования и мест не общего пользования должны менять надежащим можем обороним сооружения теперь вот здесь пишется сайтеровка последнее время сейчас в течение 10 лет уже с 1 понятная сайтеровка уходит от термина но это как мы железнодорожники это должны знать сайтеровка что это такое например вагон погружен 50 упруг 50 накладной то есть в одном 20 какие-то коробок в одном 15 коробок 20 коробок например получатель на станции андежан 15 коробок на станции какан например 20 коробок на станции корсей этот вагон прибывает ташкент ташкенте выгружается потом отдельно ставится вагон сторону значит по направлению вот это и называется сайтеровка на станции ташкент таваны вот сейчас им же грузовой двор там имеется сайтеровочная площадка она стиль моя рамка называется и новая рамка вот две рамки и 4 склады именно заняти были сайтеровка но сейчас уже грузов нету но мы как железнодорожники должны это иметь ввиду дальше 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 я здесь вам сделал вопрос ники 5 вопрос ников это надо будет отвечать все вопросы надо хорошенько проработать первая статья который железнодорожник обязана приема вагонов наш туда двух тысячи восьмого года один после двух тысячи восьмого там далее дополнительно дано есть исправная полома груза отправить или стандартная закрутка вагон и не засящими кто отвечает час не только рассказывал про это надо будет конкретным грузом конкретно надо взять груз и пломбы взвешивать и от отвечает как по дороге что случилось как а кто формы составляет как коммерческая составляет надо все отражать и 3 4 порядок дачи заключение экспертизы вот насчет экспертизы на каждой станции на каждом районе есть экспертиза пломбы можно экспертизы давать везде особенно с альтеровочных станций карши каканта андежан бухара там далее 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 это тоже надо посмотреть какие грузы подлежат к взвешиванию вот такие грузы нефтеналивные разрешается взвешивать разрешается это тоже надо конкретно писать спасибо за внимание